следующий этап у нас подготовка бумаги к живописи обычно я увлажняю лист с двух сторон сразу и укладываю на рабочую поверхность сейчас я сделаю увлажнение только одной тыльной стороны до этого или переворачиваю вниз изображением беру широкий флейц чистой водой смачиваю лист таким образом можно смачивать лист если пишетесь во втором сеансе работу и хотите увлажнить лист но при этом не потревожить живопись который внизу у вас есть тут главное просто равномерно намочить лист всякие кто писал акварелью когда-либо знает что волна получается при намачивании листа и бумага достаточно быстро сохнет коробится вот то что сейчас вам показываю технологический прием подготовки бумаги к живописи позволяет избежать волны во время работы в то же время писать сложные куски большие увлажненные достаточно долгое время сейчас я увлажню марлю то что я делала флейцем этот увлажнение листа лица можно было также делать и марлей губкой можно использовать то что вам удобно дальше я бы отложила лист на другой столик соседний но сейчас я сделаю по-другому технологические моменты подготовки листок живописи они просто как бы ничего хитрого не имеют кроме обычно бытовые сноровки как вам удобно так и поступить можете брать в сторону я сейчас накрываю лист марлей и переверну просто его таким образом дальше я сложу вот так вот его от марли небольшие ниточки тоже выбираем тоже они могут мешать работе и теперь задача очень аккуратно марлю без складок растянуть на планшете я рекомендую в работе использовать марли не медицинскую которая тонкая не всегда хорошего качества бывает ту которую продают магазинах ткани она лучше по качеству плотнее у нее меньше узелков то есть лист пока у нас увлажняется растягиваем марлю никаких заломов складок не должно быть увлажнение марли должно быть хорошим много воды не бывает только пол может испортиться от качества воды потому что вода стекать может с планшета а воды должно быть достаточно сейчас мы посмотрим что у нас получилось вот лист вполне себе неплохо лежит но тем не менее прилипание пока не сильно хорошее мы добавляем сюда воды на увлажнение листа допустим размером квадратный метр до метр на метр может уйти до пол литра воды это большое количество для того чтобы лист увлажнился хорошо воды под бумагой достаточно чем хороша марля наверное тем что и честь структура и и удерживает много воды достаточно количество сухими руками либо через салфетку можно пройтись вот так вот проверить как лист лежит заодно пузырьки воздуха выгнать сейчас края листа поднимается только потому что лист очень достаточно набрал воды и поэтому еще поднимается но если бы я увлажнил с двух сторон то все было бы уже идеально я специально не увлажняла двух сторон только по той причине чтобы немножечко сэкономить времени я покажу просто сразу для чего все это делается то есть даже если лист был увлажнен с двух сторон все равно нам нужно было бы вернуть его состояние сухости сверху то есть вот сейчас в этом состоянии лист обладает уникальным состоянием он сухой сверху как бы тактильно ощущается что он слегка влажный внутри поверхность сухая ничего растекаться по этой поверхности не будет а снизу как вы видите вес достаточно мокрой воды много и теперь поскольку у нас есть фрагменты светлые на темном фоне вот с них я начну работать я сейчас увлажню поле вокруг этих элементов на листе для этого можно взять более тонкую кисть я просто хочу немножечко увлажнить края чтобы они легли я пока на вылит слегка все так увлажню если какие-то очень тонкие фрагменты живописи имеются то можно сменить кисть на более тонкую и пройтись более тонкой кистью по границе деликатных мелких фрагментов то есть я сейчас в основном увлажнила темный фон под заливку чтобы увидеть границу сухого пространства и мокрого увлажненного пространства я наклоняю планшет специально на отцвет и смотрю где недостаточно влаги все в основном все куски которые будут темными живописи я увлажнила теперь я намешиваю цвет для фона у меня специально две банки воды как я уже сказала раньше для грязной воды это чистый чтобы кисть промывать я сделаю абстрактный темный фон для этого у меня основной украской будет изумрудная давайте так можно брать серый пейн у работу примешивать к ней вот красивый оттенок более темно глубокий каких-то глубоких тонах можно еще примешивать ламповую копоть можно теплые оттенки использовать тоже я бы сюда предложила использовать краб лак небольшое вмешательство краб лака сделать тень такую насыщенно темную через изумрудку красиво получится глубокий теплый тон и так мы вот из этой палитры сейчас будем делать фон на палец сделать опору и даже толстой кистью у меня сейчас круглая кисть в работе и вот заливку то есть рисунок у нас конечно есть в принципе вы виден краска не заплывает на сухое пространство но тем не менее я продолжаю сейчас рисовать кистью и позволяю краске течь уже увлажненное пространство мои движения при заливке иногда напоминают движение в рисунке для такой заливки по мокрому требуется достаточно большое количество краски в кисти с этой целью я иногда использую плоские кисти даже чаще чем круглые потому что количество краски они могут взять много воды в них будет меньше потому что воды на листе уже и так достаточно много собственно говоря фон в основном сделан что здесь можно было бы еще делать я сказала что у меня фон абстрактный темный как в некоторых моих работах и это дело как будто ощущение сада глубины сада лики вода такого влажного сада то есть самые разные такие решения стала использовать свои живописи можно конечно было конкретизировать могли появиться драпировки что в этом случае тогда можно было бы делать можно было бы взять еще раз краску например плотную и что-то в этом же живописном тесте как я это называю в этом состоянии живописи когда можно что-то двигать во влажном состоянии то есть я могу дать направление акварели точно так как в рисунке это делаю видите кисть у меня длинная в работе я легко двигаю рукой но при этом у меня движение достаточно размашистые если нужно более контролировать движение своей могу опору сделать на поле то же самое можно делать водой допустим я водой начинаю что-то делать капать и вода начинает двигать уже живопись это можно сделать и цветом допустим я возьму кадмий лимонный и допустим что-то сделаю кадмий лимона ведь достаточно активно и живо пошел свет двигаться можно набрызгать что-нибудь но этого для примера я сделала я такой значит на самом деле сейчас не было делать разрушать темное пятно фона пусть это останется для примера теперь следующее теперь у нас получилось что наши фрукты замкнуты в темном пространстве фона и у нас нет задачи сделать в акварели жесткие контуры аппликативные такие как с резервом до белого делается кстати говоря я свои все большие акварели пишу без всяких резервов до белого не использую манский флюид потому что он наносится на сухую поверхность бумаги снимается сухой поверхности бумаги а я в таком состоянии живописного теста вот этого могу работать по 8 часов к ряду и все куски живописи у меня становится оперативным пространством для работы я использую быстро и активно когда мне это нужно значит смотрите что сейчас тут нужно зафиксировать если все устраивает вот в этом решении живописно то нужно обязательно наклонить голову посмотреть где отсвечивает большое количество влаги допустим здесь у меня скопилась небольшая лужица я кистью отжатой эту влагу уберу если смягчать границы наших объектов нам нужно то важно понять следующее что мы имеем дело с водой не только с краской но и с водой и любая живая вода она будет двигаться очень активно примеру смотрите весь кусок у нас такой сухой достаточно да и влажные если я проведу кистью здесь шире кисть возьму такую плоскую кисть возьму допустим я провожу кистью здесь да ладно то краска очень активно пойдет движение такое делать ну вот бумага хаймюль немножко более послушная она другой бумаги это могло пойти движение более активно как здесь вы это видите границу вот поэтому очень важно понять в какой момент времени вот эти списания контуров нужно выполнить я сейчас вижу что у меня в основном влажные касания и мне нужно подсушить я воспользуюсь феном для ускорения работы возможно при боковой камере вот здесь вот вы увидите что там где были более сухие фрагменты заливки водой именно живопись уже тоже более сухо выглядит и вот тут уже можно допустим провести влажной кисточкой вот так вот по этой границе чтобы переход одной драпировки в другую не был жестким смягчить его наверное можно увлажнить этот лист еще чуть-чуть тоже якобы виноградный лист я специально сейчас пишу только водой после того чтобы сделать смягчение контуров получается интересная вещь то есть как бы свет фона немножко затекает наши объекты и таким образом получается как бы рефлекс так теперь завершу упражнение вот это по смягчению контуров в тени объектов предметы всегда взаимодействует между собой такое затекание но нам только помогает уже описаны решение нашим красивым тут же можно выйти на падающую тень от груши на гранат и таким образом вы уже заранее можно сказать прорелессировали для себя наметили какие куски живописи вас окажутся в тени сфиксировали свой рисунок у в 8 у в у у у а у у у Продолжение следует...